Молодые звезды можно найти в гигантских облаках молекулярного газа и пыли, разбросанных по всей нашей галактике. Эти регионы могут производить несколько звезд одновременно, сотни за раз. В среднем в нашей галактике Млечный Путь рождается одна новая звезда в год. Но ученые Казанского университета обнаружили образование нового типа звезды. О находке ученых узнаем в нашем следующем сюжете. Большая часть звезд рождается, живет и умирает в составе двойных и кратных систем. И, соответственно, когда в финале эволюции у нас остаются два, например, белых карлика, но, тем не менее, без источников термоядерной энергии, эти объекты продолжают, в соответствии с законами Кеплера, вращаться друг вокруг друга. Но постепенно они сближаются и может произойти их слияние. В таком случае происходит вспышка термоядерного взрыва. Это и есть образование одного из видов сверхновой звезды. Дальше объект разрушается. Уникальность звезды нового типа состоит в том, что после взрыва большая часть вещества звезд сохранилась. Новая необычная звезда – это результат слияния. Более удивительно то, что этот объект превышает массу максимально разрешенного белого карлика по 1,4 массы Солнца. Но такие объекты все равно неустойчивы и теория предсказывает, то есть теория на самом деле предсказывала, что в ряде случаев такие объекты на какое-то небольшое время могут образовываться, но в конце концов они все равно коллапсируют в нейтронную звезду и тогда, вероятно, произойдет еще одна вспышка, еще один взрыв. Ученые продолжат исследование нового объекта, но так как масса нового образования выше массы Солнца, то звезда продолжит эволюционировать и превратиться в другой объект под воздействием гравитационных сил. Энджими Небаева, Универт Ньюс.